Я запускаю запись. Действительно, команда есть, неважно, сколько нас сегодня на тренировку пришло. Вот, я вас порадую, новость есть. Хотя не обещал новостей говорить, но новость есть. Прошел тренинг, или, скажем, подготовка к тренингу дирекции руководства Skyway Capital. Мы собирались, работали с тренером несколько часов, готовимся к пражскому первому учебному тренингу, который будет в Праге для координаторов регионов, для топ-экспертов и для, скажем, активных таких командных игроков по регионам. Вот, и плюс мы еще готовим или уже смотрим в Краснодарский, в Краснодарский большой форум, который будет в мае месяце. Скорее всего, это будет 19-20-го, пока так запланировано, но об этом будет еще после Праги точно сообщено. Но, вот, это будет для российских наших всех партнеров, для команды, российской части команды, которые просто не успевают, не успели, не успевают, естественно, по различным формальным вопросам, там, визы, паспорта, прочие дела, прибыть или участвовать в пражском мероприятии. Поэтому, отработав уже определенную модель, даже еще и лучше будет, когда мы сможем с вами провести полноценные несколько дней, учебных дней, тренинговых дней в Краснодаре. Причем, я сегодня формат не разглашаю, я его просто не знаю. В Краснодаре будет и конференция, и будет тренинг. Как мы это сделаем, это выяснится вот в ближайшее время. Поэтому, команда, команда наша развивается, растет, впереди не уже все. Значит, я тут сейчас готовил один, один этот самый, вам одну запись, хотел показать интервью, случайно сегодня наткнулся на интервью, которое давал в Москве после, вернее, во время выставки и перед конференцией, которая была в Москве, в конце прошлого года уже, уже в конце прошлого года, в начале декабря. Видите, как много времени, январь, февраль, март, уже три месяца прошло, квартал. Так что, время идет быстро, и мы практически действительно вошли в период нового, абсолютно новых энергий, нового понимания, или даже не столько понимания, сколько подготовки следующего, следующей стадии, или следующего этапа развития SkyWay. Да, идет строительство, идет сертификация, продвигается мощно документация по этим вопросам, готовятся многие адресные проекты, те, которые уже находятся на стадии пред, скажем, перед тем, как решить, как в них войти. Но, будем откровенны, все зависит от того, как, скажем, в тубочке деньги появляются. То есть, от того, когда четко подписывается или же запускается процесс финансирования. Поэтому, здесь все есть так, как оно есть, и это все непросто. Мы обсуждали, и сейчас готовится много решений, реальных решений, как говорится, те, кто подслушивали телемосты за границей, это с регионом Франции, с Африки, с Вьетнамом, с Индонезией, то слышали, что готовится и находится в постоянном процессе. Вот, 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 вот будет открыта система карточной и прочей системы движения наших инвестиций или наших кредитов в проект. Это, с одной стороны, поддержит сам процесс инвестирования, с другой стороны, облегчит наши заботы и, скажем так, меньше суеты будет. Поэтому процесс, дорогие друзья, идет. Вот, я присоединяюсь еще раз к Эмилю, который поздравил всех женщин прелестным праздником 8 марта. Вот, вот, это нескончаемый процесс. И так, что переходим к нашим, к нашим вопросам сегодняшним. Значит, видите, тут я сегодня уже понавставлял везде цветов, ибо цветов сегодня и так много, но, тем не менее, их никогда не бывает слишком много. Мне коллеги ушли, тут тоже на столе, я нахожусь в бюро, стоят цветы, меня попросили их потом привезти. Вот, потому что здесь по городу надо ездить. То есть у нас тоже тут поздравляли наших коллег. Таким образом, дорогие друзья, давайте посмотрим. Женское начало из Skyway Capital. Доброе начало привлекает тьму и мрак. Из, разберемся из откуда. И Upline. Итак, давайте посмотрим. Я обещал, значит, я для себя выяснил, что я делюсь этим с вами. Почему это нам важно? Не просто так, что вот мне масло что-то взбрело в голову. Была небольшая дискуссия у нас в чате, вот, и люди там, значит, по-разному относились. И я сказал, что давайте рассмотрим, ведь мы с вами находимся сейчас, мы находились. Но дело в том, что мы вошли, все человечество, не только человечество, наша, скажем, солнечная система вошла в эпоху водолея. И здесь надо сейчас очень трепетно относиться к тому, к пониманию мужского и женского начала. Женская энергия, а начало начинается с энергии. Энергия, женская энергия, это жизненное начало, это приятие, интуиция, творческий аспект, наше интуитивное я. То есть, по-разному к этому относятся, но надо знать, что это именно так. Женская энергия – это глубинная и мудрая часть нашего высшего я. Как в мужчине, причем, так и в женщине, не только в женщине. Поэтому у нас во всех присутствует инь-янь, женское начало и мужское начало. И это очень важно, ибо если этого бы не было, мы были бы какие-то однобокие и неразвитые. Но вопрос в том, насколько мы развиваем одно или другое начало в себе, или же пользуясь. У кого-то, кому-то и не надо это развивать, кому-то дано от рождения, а кто-то пришел, и ему надо что-то другое наработать. Ну, а кто-то пришел в этот мир, именно с задачей разобраться в себе, в своем мужском и женском начале. Причем это очень непросто. И основным принципом, или, скажем, принципиальным законом, от которого, или он, знаете, вот как настало период, 2600 лет, когда во главу угла Олимпа существования поставлено партнерство. Партнерство, не единоборство, не противостояние, именно партнерство. И здесь, в первую очередь, возникает именно партнерство инь-янь, или партнерство мужской и женской энергии. Благодаря этому, именно, мы через женскую энергию подходим и имеем возможность соприкоснуться с мудростью, ибо мудрость, она неосознанная. Она приходит через интуитивное начало, то есть то, что я уже говорил, через интуитивное я. Мужская энергия несет в себя действие, поэтому сначала прочувствуй, ощути, пропусти через мудрость, подключи свою интуицию, вот, и после этого только действуй. Воплощай идеи и желания, то есть женской энергии. Опять-таки, идея – это женская энергия, а воплощение, процесс действия – это мужская энергия. Материальную форму, что можно сказать по идее, и про Скайвей, дорогие друзья, ведь сколько Анатолий Эдуардович вынашивал или вынашивает, и он будет вынашивать дальше, различные идеи, связанные со Скайвей, то есть с транспортом нового поколения. Но мы сейчас занимаемся уже, так называемой, среднедной частью, мы занимаемся над, скажем, наземным транспортом, на втором уровне, но дальше идет уже развитие, творческое развитие. Женская энергия очень мощно работает у нашего, значит, великого конструктора Юницкого. Идеи абсолютно, постоянно, интуитивно я разрабатываю. Он говорит, что многие вещи, он зачастую даже не знает, откуда они приходят. Говорит, я этого не читал, я этого нигде не видел, и вдруг это пришло. Я вот недавно слушал, как Алексей Суходоев говорил про то, что в 1988 году в проекте, значит, Анатолий Эдуардович изложил идею именно, как можно криптование применять, изложил и пока забыл. Но откуда это к нему пришло тогда, понимаете? То есть об этом еще никто и думать не думал, еще и близко не было, еще предстояло еще почти 30 лет впереди, понимаете? Прежде чем, или даже 20 лет, не 30, 20 лет было впереди. То есть это все именно, когда человек, и когда ему дано, или когда он сам начинает себе это развивать, то, естественно, это развивается, и он подключается к своему интуитивному я, к своему развитию. Но с другой стороны, мужская энергия, как здесь написано, это интеллект, мышление, речь. Вот, интеллект, это уже так называемое приобретенное. То есть это компетенции, это все, что выходит из действия, все то, что материализуется или приобретает свои образы. Потому что спросил женщину, она говорит, я не знаю как, это вот мне пришло и все. Вот, поэтому это дает именно мужская энергия, дает нам возможность действовать в физическом мире. И это очень важно. И как раз вот идея сама Skyway, она осуществляется через действия, то есть через наши мужские энергии. Это не значит, что мужчины только привносят. В нас в каждом есть, существует и женская, и мужская энергия. Но теперь мы поговорим еще о том, что именно женское начало, именно какова часть, или что такое женское начало. Это материнское начало ассоциируется с землей, веществом, почвой, которую сеют семена, из которых вырастает будущее. Поэтому говорят, в народе говорят, что матушка земля. Это, ну, это во все, из многих источников, наберите в скайпе, или, извиняюсь, в гугле, про женское материнское начало, там много чего написано. Вот, но именно как раз через женское начало, оно дало начало всему тому, что привлекает именно мужское начало. Это действие, это строительство, это проектирование, это все то воплощение в реальность. Идея создания эко-технопарка, это женское начало, а уже эко-технопарк, это трассы, это сертификация, сертификация и женское имя. Но действие мужское, стандартизация и получение лицензии, получение разрешения на строительство, это уже все, как бы, результат действия, воплощение материализации. Вот, и капитализация наших, наших, наших инвестиций, это тоже действие, это тоже работа мужской энергии, и это непростой труд. И очень много зависит, как бы, сегодня хорошо сказали, что командный подход, мы команда, естественно, не важно сколько нас, нас 20 человек, 40 человек, 140 человек, это уже команда. Но команда еще не, скажем, не сформировавшаяся, команда проявляется в действии. Если мы, вот смотрите, что такое наш чат, с одной стороны, казалось бы, команда, кто участвует в чате, знает, что у нас там почти 340 или сколько там человек, вот. Но посмотрите, какие у нас мнения, кто в лес, кто под рова. И через это мы с вами, друзья, выходим к тому, что, а почему мы впустили тьму в доброе начало. Казалось бы, там были такие мысли, что, смотрите, компания, то есть изначально было сделано добро. В хорошем понимании этого слова, в 2015 году, в декабре месяце, был предложен лояльным инвесторам пакет. С одной стороны, было рассчитано, что это возможно сделать, то есть запас именно выставленных или резервированных под инвестиции, под залог инвестиций акций позволяет это сделать. Вот, и так называемый статистический анализ показал, что да, это можно будет сделать. Было сделано, но дальше, дальше появилась так называемая пассивность. Не последовало действия, только половина, чуть-чуть больше половины людей приняли это добро. Лояльных было больше, но из всех лояльных только половина. Это тоже хороший результат. Они как бы были более-менее активны и правильно построили свой процесс использования этого добра. Но, теперь мы в этом году, значит, в декабре, извиняюсь, в январе месяце, я открыл свой рот и на одном из вебинаров, в самом середине, по-моему, января, сказал, что, дорогие друзья, готовится такое-то, такое-то дело. Что началось? В первую очередь меня затюкали, сказали, хотя мы обсуждали и анализ показывал, что это имеет смысл сделать. То есть оживить тех, кто зависли, с одной стороны, с другой стороны, подготовиться и, коль не пользуетесь, дадим еще тем, кому можно подарить, то есть другим людям, еще дать возможность увеличить количество лояльных людей и, с одной стороны, а с другой стороны, дать им возможность присоединиться к будущим выгодам. Началось очень многое. Что поднялось? Поднялось, дорогие друзья, поднялось такое, что, значит, у нас с вами, вот видите, как красиво тут женщина сидит, вот это было завершение, должно было мужского и женского начала. Видите, матушка земля, женщина, симпатичная женщина, но она сидит и излучает красоту, творчество, она в задумчивости, но впереди действия, землю надо сохранять, ее надо преображать, но преображать с добром и преображать в лучшую сторону, а не так, как мы, хозяева природы, действовали в прошлую эпоху. Так что тут у нас много что впереди, друзья, в единстве мужской и женской энергии, в единстве мужского и женского начала и в рациональном, правильном, мудром отношении к этому. Поэтому доброе начало привлекает тьму и мрак из света и тьмы. Почему мы впускаем и впустили тьму, вот в обсуждение, что только там не началось. Это в первую очередь, дорогие друзья, искушение маленького я. В нас сидит, за нашим левым плечом сидит маленький сатаненок или сатанок, как говорят каббалисты. Ну это не только каббалисты, другие тоже говорят, но они очень четко это проявляют. Вот, и проявляется это через что? У кого-то это зависть, что вот я, кто у кого-то есть возможности, у меня нет, почему дали, кому-то не дали. Отчего зависть проявляется? Это человеку хочется свою значимость показать. Вот, но в первую очередь все растет от эго. И одним из мощных грехов считается именно осуждение. А осуждение откуда идет? Оно идет от сравнения. Есть масса, кто из вас участвует в различных семинарах, там учебах по развитию. Одним из элементов развития является то, освободиться человеку от сравнения себя с кем-то. Каждый из нас, какой бы он ни был, хороший, плохой, на первых, красивый, кривой, горбатый, ровный, высокий, с длинными ногами, с прической, с красивой, без прически и так далее. Мы каждый являемся творением высшего. То есть продуктом, или мы являемся, значит, замыслом Божьим, и поэтому обсуждать его нельзя. Есть, какой есть, и к этому надо относиться абсолютно нейтрально. Мало ли, что ты лучше, мало ли. А вот я, эго начинают говорить, что нет, вот смотри, какой он кривой, там, или грязный, там, или чистый, или какой. Мы не знаем, мы никогда не видим, то есть мы не знаем, что за этим, никогда мы не видим реальности. Реальность всегда значительно совсем иная, чем мы можем даже себе предположить. Есть целый ряд различных мудростей, различных притч про то, что не все таково, каковым оно кажется, и это действительно так. Поэтому сравнение и осуждение не следует никогда, как бы, к этому идти. И мой вам совет. Человек, кто бы ты ни был, ты будешь меньше спотыкаться по жизни, если ты будешь кого-то меньше осуждать, и сравнивай себя с кем-то. Будь такой, сравнивай себя с тем, какой ты цель поставил, каким ты хочешь быть. Вот это сравнение реально, нормально, то есть это для тебя определенный ориентир, и смотришь, ага, вот я хотел быть там, допустим, 80-килограммовый, я пока, пардон, 85 килограммов. Да, надо подтянуться. Ничего в этом плохого нет, не надо себя осудить, не надо смотреть на себя в зеркало и говорить, какой я плохой, какой я кривой, вот у меня здесь морщины прибавились, или там убавились, или еще что-то. Мы всегда такие, какие есть. То, что заслужили, то мы имеем. Поэтому я вас призываю, дорогие друзья, биты мы будем, если мы это не будем делать. Исходите из позитивности, конструктивности, терпимости, в первую очередь к себе, если я терпим к себе, я терпим к другим. Грешен ваш покровенный слуга тем, что не всегда я терпим к себе. Нет. Поэтому бывает, что в особенности нетерпим к себе, а нетерпимость к другим проявляется на автомобильных дорогах. Исправляюсь, стараюсь исправиться. Вот. Призываю вас всех к этому. И тут тоже проявляется, дорогие друзья, и мужское, и женское начало. Если бы я руководствовался и полагался на женское начало, то я бы действовал интуитивно, а интуиция, она никогда не обманывает. А вот эго, да, оно начинает шипать, вот ты правильный, ты ловкий, ты, а этих тянутся там на дороге, а это еще что-то иначе. То же самое в наших взаимоотношениях друг с другом. Мужчины, женщины, в семье, отношениях старших с младшими, младших со старшими. Ведь, понимаете, зачастую мы сетуем на то, что младшие к нам относятся плохо. Зари в корень, дорогой друг. Когда он к тебе относится плохо, значит, ты сам что-то посеял там, он не с улицы это принес, он принес из дома. Ты забыл об этом или ты забыла об этом, когда что-то было не так. Поэтому еще раз позитивность в взаимоотношениях. Давайте любить друг друга. Причем многие вкладывают слово любить абсолютно другое понятие. Любить это понятие вселенское, дорогие друзья. И только, значит, так называемые его определенные аспекты проявляются во взаимоотношениях мужчин и женщин. А любовь это всеобъемлющее чувство. Она самое великое чувство во вселенной. И она, любовь, должна быть безусловно. Иначе невозможно. Вот я люблю его за то, что он хороший. Или за то, что это так. Нет. Или ты любишь, или нет. Это неразменная монета, дорогие друзья. То есть быть, любить безусловно. Быть готовность к готовому пониманию другого человека, к его мнению и так далее. Я это говорю потому, что действительно мужское и женское переплетается и исходит из этого. Сама цель моего сегодняшнего выступления лишь только для того, чтобы немножко вас, кто вы сегодня пришли сюда меня послушать, именно подключиться и начинать для себя не давать вам каких-то указаний. Нет. А дать некие точки отправные. И каждый пускай покопается, походит. Потрудитесь над этим. И вы не пожалеете. Мы так продвигаемся шаг за шагом вперед в этой жизни. Есть лобовь. Откуда деньги появляются для скайбей? Сочников. Все женщины подарили дисконт и сразу взяли две рассрочки. Ну да. Вы понимаете, дело в том, что, уважаемый Олег, вот у вас тоже, вы знаете, я прошу прощения, проявляется в чате тоже очень много интересных начал. Но подавите чертенка в себе. Понимаете? Дайте ему щелчок по носу, как следует. Вы не удивляйтесь. Вы подумайте просто. Прежде чем удивляться. Привет всем единомышленникам. Спасибо, Кузнецов Вадим. Это называется по милости свыше. Да. Почему бы нет? Вы знаете, очень много есть интересных, интересных, ведь сейчас энергии, еще энергии эпохи Водолея, это партнерство. И, скажем так, мы перешли абсолютно в иную, как бы, энергоинформационное пространство взаимодействия. Ведь надо быть очень осторожными по желанию, как в добрых, так и не очень добрых. Поэтому вещи начинают материализовываться абсолютно неожиданно и даже не понимаешь, откуда что приходит. Поэтому позитивность, конструктивность, терпимость, осознанность, мудрость, а мудрость – это женское начало, не устану повторять. Это все очень нужные вещи. Идей много, только вот дорог, эксплуатации струнных нет до сих пор. Так, Валерий, два. Ну так, а что же вы хотели, дорогой друг, Валерий, 72 или 27? Значит, почему нет? Вот давайте посмотрим это с позиции позитивности, конструктивности. Ведь это же, так вот может сказать человек, я не знаю вас, поэтому я просто беру нейтрального человека, который просто вот это сказал. Как я к нему отнесся бы? Я отнесся бы к этому высказыванию или если бы это я сказал сам, лучше так сказать, что дорог нет. Как я так мог сказать? Я начинаю смотреть, а в чем причина? А я сам что сделал для этого? А, да, я инвестировал. Ага, они не инвестировали. Мы начали совместно проект, а вот они засранцы, я извиняюсь, не инвестировали. Потому что мы сейчас там, где мы есть, мы на десятом этапе. За что боролись, на то и напоролись. Ничего страшного. Понимаете? Но есть подготовлено. Хуже было бы. Ведь вернитесь обратно, кто там, Валерий, 72. Я не знаю, с какого момента вы вошли в проект. Я всегда сравниваю с тем, от чего мы танцуем, откуда мы идем. Где? Где та лавочка, от которой мы к печке начали идти. Понимаете? Мы очень много сделали. Я всегда, когда начинаю смотреть, немножко освежать в памяти то, что написано в бизнес-плане, а особенно в плане финансирования проекта, я начинаю смотреть, я просто удивляюсь, сколько сделано за те деньги, которые инвестированы. Инвестировано значительно меньше, дорогие друзья. Поэтому и эксплуатации струнных дорог пока нет, потому что проекты не дошли до конца. Идет процесс проектирования. Если вы участвовали в начальных, прошлого года вебинарах, я начну сейчас тоже это опять снова рассказывать, но уже немножко иначе, с момента, когда мы обучение начнем, структуру проекта, адресного проекта, адресного проекта, у него же есть стадия незаметности. Идея, идея возникла, да? Вот, ее надо подготовить, там есть свои стадии определенные, 6 или 7 стадий, в зависимости от того, как смотреть. И только с пятой стадии начинается строительство. Вот мы в проектах во всех и находимся на первой, третьей пока, понимаете? Потому что не позволяет дальше идти, не позволяло, теперь позволяет. Только-только-только подходит сертификация. А за сертификацией, для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы окончательно принять инвестиционное решение. До того, когда сертификации нет, нельзя ни по каким правилам принимать инвестиционного решения. Нет сертификации, нет решения инвестиционного. Потому что никогда проект не может стать инвестиционно привлекательным до того момента, пока нет сертификации. И мы можем здесь за столом сидеть, бить себя в грудь, вот сертификация идет, все, давайте инвестировать. Нет, есть сертификация, к этому проекту привязали, проект привязали к строительному законодательству этого региона, где проект предполагается или готовится. Все, можно принимать решение и тогда только начинают деньги двигаться по самому проекту, понимаете? А пока идет предпроектная работа. Теперь тема, продолжая ваши божественные наши, конечно, тема естественно божественности, но дело в том, уважаемая Валентина, что ведь и свет, значит, он является, ведь тема идет из света, ослаблевает свет, усиливается тема. Да, естественно, от нас зависит, пустим ли мы больше света. Все, поэтому я вас прошу, не вносите, всегда проанализируйте, привносите вы в чат, все равно куда? Общаясь с человеком в транспорте, общаясь между собой в чате, вы знаете, не привносите тьму. Посмотрите в зеркало, просто сядьте, подумайте раньше, чем что-то наклепать на клавиатуре, понимаете? Или выплеснуть в лицо кому-то, сказав. Подумайте об этом. Абсолютно правильно. Так, я рассрочку взял и уже заквернул. Взял еще. Ну, молодец, Геннадий. Я тоже. Я каждый месяц потихонечку, потихонечку беру и это к этому привлекаю. Нет возможности, не берите. Тут советовали с человеком с одним, но вдруг он вспомнил, что у него был пакет, я ему напомнил, и он говорит, во, я сейчас могу пакет 1 к 600 взять и сразу же предложил человеку, который шел за ним. Я об этом случае вам когда-то рассказывал. Владимир, а как насчет внутренней биржи? Матвей, вы раньше всем говорили, что будет внутренняя биржа, а на телемостах вы говорили, что внутренней биржи не будет. Вот это я. Вы знаете, Владимир, ой, Владимир, извиняюсь, Матвей, что такое, значит, внутренняя биржа? Почему я сказал, что, говоря внутренняя биржа, я говорил не о бирже, я говорил о внутренней возможности реализации или освобождения или реализации возврата акций, ну, то есть продажи, скажем так, внутренней акции. Условно говоря, это было применимо к тому, что это могла быть внутренняя биржа. Но смотрите, внутреннюю биржу можно только открывать, ведь тогда, когда на это есть определенное решение. Сейчас я сказал на телемосту, что нерационально делать внутреннюю биржу. Зачем старыми методами? Если мы вводим, и мы приняли решение, что мы вводим технологию блокчейн, то нам проще сделать проектный или подготовительный этап ввести в адресном проекте, заработать прибыль. Вот, и я где-то сказал вам тоже, кстати, и тогда начинать, как бы, ну, выкупать акции. Но есть две вещи. Когда мы начали анализировать, что все-таки моя ошибка была, признаюсь, дорогие друзья, что действительно я исходил из позиции предпринимателя. Я точно помню, что я говорю, если рассматривать, что как предпринимателю, я всегда, компания могла бы начать внутри покупать обратно акции. Да, может. Но мы начали смотреть законодательство. Действительно, компания Евразия НРСКВС не имеет права ни одна, ни другая вести бизнес. Поэтому, а приобретать акции обратно просто так, значит, из инвестиций, хотя, в принципе, денежный поток есть, поступают инвестиции в проект, я, значит, просто заменяю, не беру с полки эти акции, скажем, куда они отложены для залога, а беру, Иванов или Петров верну, беру эти акции. Но это называется юридически уже грешен, грешен батюшка ваш, вот, или батюшка грешен я, вот, значит, что это является уже деятельностью, которую нас тут же обвинят, скажут, все, пирамида, денег нет, а начали выкупать откуда? Ну, взяли у Петрова, заплатили Иванову, а сами еще сделали бизнес, потому что, извините, купили или выкупили дешевле, продали по действующему дисконту, или начали продавать, понимаете? Вот тут-то как раз начинается продажа, а этого делать нельзя, внутри компании, неважно там, делаешь ты внутри или за пределами компании, а если это будет осуществляться именно, как бы, за счет прибыли, прибыли, да, не с потока денег, а за счет прибыли, а прибыль можно получить только, впусти в адресный проект, как бы, монетизируя адресный проект, используя токены, да, вот, выпустив некие единицы, которые будут выдаваться, значит, людям, то, заработав там прибыль, можно выкупать, вот там уже компания может, та компания, которая будет вести этот адресный проект, может выкупать акции, не Евразия, НРС, и она уже тогда будет распоряжаться, что она с ними будет делать. Вот только лишь поэтому, дорогие друзья, вот я вам сейчас более подробно объяснил, почему я это еще и нарисую. Спасибо за вопрос, я понял, что за свои слова надо отвечать. Я за это отвечу. Кто это, Матвей, да? Хорошо. Олимпийский, Рустам, говорили, что после 90 все должны установить. А, ну да, два этапа, два года с натяжкой. Так, тут больше нет ничего, да, вопросов. Так, дорогие друзья, наше время бежит быстро. Вот, я думаю, что мы сегодня с вами немножко продвинулись. Дальше я сейчас даю слово Сергею Дегарову. Сергей, буквально недолго, минут на 10, такой, ну, как бы, оперативной информации. И могу вам сказать, что с 15 числа начнутся специальные обучения. И мы, скорее всего, это будем делать уже на другой площадке. Не в Мерополисе, а в более, как бы, более гибкой среде. Есть ли еще вопросы? Дисконт же так, что, если уже не актуально, успел поймать, как и давай. Вы знаете, друзья, я еще раз вам хочу сказать, что... Значит, друзья, Нина в том числе, значит, не сетуйте на то, что идет, ну, нет, не идет, ничего страшного. Да, конечно, хотелось бы заработать быстрее, но поймите правильно, все мировые проекты, особенности транспортные проекты, это не маленький бизнес. Это проекты, которые требуют мощной капитализации. Вот, поэтому мы будем еще об этом говорить. Буду показывать, тут у меня есть сегодня, я думал, что немножко вам расскажу, откуда дивиденды получаются, так, и что это значит. Но не к слову сейчас, это будет в следующий раз. Я как раз запишу вот этот смысл, что пояснить еще, почему у нас не будет внутренней биржи, а просто будет некий процесс. Я это постараюсь в следующий раз еще как-то объяснить. Тем более, что в следующий раз мы вернемся уже из Индии. Это будет 15-го числа. Вот, и что-то, может быть, удастся по индийским проектам вам уже сказать, как там процесс идет, хотя все очень сыро еще. Мы едем в другую часть Индии, от той, где были уже из головной компании нашей Бабулин и Юницкий. Поэтому надо в разных регионах там работать, ибо чиновники везде разные, поэтому надо везде пробовать. На примере маленькой трассы будет колоссальная. Конечно, Нина, абсолютно правильно. Над этим и работаем. Мы сейчас очень много ищем в различных вещах. У нас была большая дискуссия, открою вам прямо, это не новость, просто, что, значит, казалось бы, раньше любой проект, нет, анализ сейчас, начинается анализ, какой проект вообще можно пустить первым, ибо на нем нельзя споткнуться, он должен быть всячески эффективный, потому что мы хотим, по крайней мере, сегодня наше такое видение, что на этом первом проекте будет и токенизация проведена. Вот, и будем смотреть. Процесс движется, дорогие друзья. Так, итак, значит, я прошу сейчас, на такие, на такие, в конце годы будут построены. Да, ладно. Итак, Сергей, даю вам слово. Сергей, меня слышно? Меня слышно? Поставьте плюсики. Меня слышно, видно? Да. Да, слышно и видно. Да. Да, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Сергей. Всех женщин с праздником. С 8 марта. И сегодня я вам буквально коротко, в течение минут 10, минут 10, расскажу про Аплайн. Кто еще не слышал или кто слушал, еще может раз послушать. Открываем презентацию. Так, мой десктоп видно. Поставьте плюсики, если видно. Отлично. Сегодня мы поговорим по Аплайн. Это система CRM. Это Client Relationship Management система, которая позволяет работать с клиентами, обслуживать клиентов. Этот продукт появился у нас в SkyWay недавно. Кто-то уже успел воспользоваться, кто-то еще нет. И сегодня как раз я буквально коротко расскажу о преимуществах этого продукта. И чтобы больше понимать, для чего он, я расскажу о трендах. Какие тренды сейчас существуют на рынке, чтобы понимать, откуда родился Аплайн. И сейчас онлайн-тренды. Это что на сегодняшний день в интернет уже перебрались практически все возможные товары и услуги. Уже более трех миллиардов людей доступны в сети. И половину своего времени люди проводят с гаджетами, с телефонами, с ноутбуками, с планшетами. И поэтому интернет стал самым быстрым и удобным способом передачи информации. То есть достучаться до человека стало проще через интернет. МЛМ тоже не стоит на месте. МЛМ меняется. И как в нем преуспеть? Первое – это работать профессионально. То есть иметь профессиональные инструменты. Следующее – это презентовать продукт на высшем уровне. Это презентовать его грамотно, профессионально. Следующее – это находить ответы на вопросы клиента. Клиент обычно бывает так, что задает очень хитрые вопросы. И важно быстро найти ответ на этот вопрос. И либо уже знать ответ, либо быстро найти. Следующее – это обучать свою команду. То есть дубликация, чтобы была. Не бросать новичков, не бросать лидеров своих, а дальше продолжать обучать их. И следующее – это иметь обзор своего бизнеса. То есть если вы видите статистику, видите, сколько у вас презентаций прошло, какая у вас конверсия, какой у вас результат продаж, тогда вы сможете иметь контроль над своим бизнесом. Я вам представляю площадку Upline, где все это реализовано. Почему Upline? Первое – это Upline автоматизирует многие процессы в MLM. Второе – это импорт контактов с телефона имелой соцсетей. Сейчас этого инструмента нет, пока вручную. Далее это будет автоматизировано. Следующее – это способствует росту команды. Далее вы это увидите и поймете. Это чуть попозже. Способствует росту команды. Следующее – это уменьшает страх отказов. То есть новички очень боятся звонить, боятся презентовать. И чтобы уменьшить этот страх, был и придуман Upline. Следующее – это позволяет быстро донести информацию до широкой публики. Скорость. Гарантируя ее точность и качество. Я особенно остановлюсь на этом пункте. Этот пункт, чтобы доносить точность и качество информации, для Skyway особенно важно. Любая информация, лишняя или неточная, может повлиять на компанию. То есть здесь вот просто три восклицательных знака. Следующее – это полный обзор процесса покупки с нуля до приобретения. То есть вы сможете видеть, когда вы отправляете человеку презентацию, сколько он ее просмотрел, когда он ее открыл и просмотрел, и что он дальше делал. Пошел ли он зарегистрировался ли, заходил ли в вопросы-ответы смотреть. То есть вы полностью наблюдаете за процессом. И вот мы сделали пример, как обычно бывает с новичками. 90% новичков почему уходят из MLM, почему не выдерживают. Ну и первое – это мы взяли, что у каждого в среднем человека старше где-то 20 лет – это 200 контактов, 200 знакомых есть. То есть за две недели количество презентаций, как правило, новичок в сетевом бизнесе проводит где-то 15 от силы. При конверсии 20%, это среднестатистическая мировая конверсия, 20%, он сделает всего три продажи. И доход получит 45 долларов. То есть с трех продаж, это я взял 100 долларов пакет, то есть три пакета по 100 долларов – это 15 процентов, это 15 долларов, и того доход 45. Затраты, смотрите, а теперь затраты ресурсов. Звонки и презентация. Он потратит полтора часа примерно, чтобы доехать, уехать, презентовать. И второе – расход денежный, это я посчитал, где-то примерно 5 долларов по миру. То есть это нужно на бензин потратить, приехать, уехать, плюс чай и кофе. Это первая презентация. Следующая презентация, то есть повторный контакт с заинтересованными людьми. Это еще будет, в среднем где-то 5 часов потрачено, чтобы ответить на вопросы, помочь зарегистрироваться и прочее. и будет потрачено 25 долларов. В результате, смотрите, ниже прибыль, 45, минус 75, минус 25. Итого минус 55 долларов – это первый же месяц. Второй месяц уже окупится, деньги вернутся, полтора месяца. Но новички, когда это видят, они уходят, сливаются. Если посмотреть на оплайн, то за 2 недели можно провести 200 презентаций. То есть количество презентаций – 200. Если ваша конверсия будет 10%, при 200 презентациях, то вы сделаете 20 продаж. И доход будет с каждой продажи по 15 долларов – это 300. 300 долларов. Затраты временные будут 16 часов. То есть в среднем на 5 минут на контакт. Минута позвонить, от минуты отправить, может быть чуть побольше поговорить по телефону. И 15 долларов – это средняя примерно стоимость пакета. 15 долларов – это оплайн. А следующее – 20 часов вы сможете потратить уже на следующий, на повторный контакт. То есть с каждым человеком, заинтересованным, вы уже встретитесь. И поговорите, поможете зарегистрироваться или поможете оплатить. Это 20 часов вы потратите. Ну, в среднем по часу. То есть по полчаса на человека, плюс-минус еще приехать, уехать. И потратите 5 долларов на каждого человека, чай, кофе, бензин, расходы транспортные. Это 100 долларов. Итого, смотрите, 300 долларов минус 15 долларов – это стоимость пакета. И минус 100 долларов – это расходы, чай, кофе, бензин. Итого 185 долларов. Плюс-минус. Это при учете, что у вас конверсия будет 10% через оплайн. То есть видно, что если у вас будет хорошая презентация, то есть это будет зависеть от того, как вы умеете говорить по телефону, то вы будете уже в первом месяце в плюсе. А почему решил сравнить эти графики? То, что, смотрите, 90% новичков обработают только 15%. Это классический подход, только 15 своих контактов. То есть 185 контактов не будут обработаны никогда. Никогда. Если вы как лидер работаете с новичком, вы можете эти 185 контактов обработать через оплайн. Либо 200 обработать полностью через оплайн. Понимаете, это ресурс. Людской ресурс. Обычно бывает люди говорят, презентуют, презентуют, и потом контакты кончаются. Нет, контакты не кончаются, их очень много. В среднем 200-200 контактов. То есть 185 контактов никогда не было. Для лидеров это огромнейший ресурс. А теперь представьте, если у вас таких новичков 10, у каждого по 185 контактов. можно обработать. Это ресурс. Это деньги. Потому что MLM это просто бизнес статистики и ничего более. А как видит презентацию, когда мы ее отправляем, как видит презентацию новичок, то есть человек, который получает ее. он открывает ее, заходит на страничку, ему открывается страничка по ссылке, он видит видео, и ниже есть кнопочка «Узнать больше информации». И он, нажимая на эту кнопку, попадает в центр ответов, где он может найти возникшие вопросы, которые у него еще могут возникнуть. Далее, если ему интересно, то он открывает аккаунт, если это интересно. А сейчас я расскажу, как работать с Upline пошагово. Очень коротко, быстро. Первое, это проходим тренинг. Тренинг мы запланировали на 15 марта. Это будет три тренинга, то есть три вебинара, три тренинга. Следующее, это мы вбиваем контакты, импортируем, вбиваем. Следующее, это обзваниваем эти контакты. Перед тем, как отправить презентацию, мы обязательно обзваниваем, чтобы повысить конверсию. Следующее, это повторный контакт, то есть когда человек посмотрел, вы договариваетесь с ним, что через день-два вы ему перезвоните и узнаете, понравилось ему или нет. То есть вы ему звоните и договорите следующие встречи. И на этой встрече вы завершаете сделку. Либо отвечаете на вопросы, которые он не смог найти ответы. И следующий шаг, это дубликация, то есть научить свою нижнюю линию от первого до последнего. Числа мы начинаем обучение, то есть первый шаг это проходим тренинг, как пользоваться аплайном. Спасибо, дорогие друзья. Больше я вас не буду задерживать. Очень коротко и быстро рассказал. Итак, дорогие спасибо, Сергей. Я надеюсь, все получили достаточную информацию. если бы 90 новичков так поступали, как вы рассказываете, то у нас было бы не инвесторов. Да, правильно, не надо. Все правильно, все правильно, но мы там, где мы есть. Теперь нам надо думать, и мы думаем над тем, как нам иметь именно вот инвесторов потенциальных, активных потенциальных инвесторов 300 тысяч, а может быть и 3 миллиона, а может быть и 30 миллионов. И скорее чем мы к этому идем. Задачи поставлены очень четкие на 2018 год. Упитерение, то есть пять раз больше обеспечить, обеспечить, не просто придумать и сказать, вот давайте пять раз больше инвестировать и так далее, а в пять раз больше увеличить поток привлекаемых инвестиций. Вот и все. Успехов всем, дорогие женщины, еще раз, всего вам самого доброго, процветания, вашей не, скажем, неповторимости, будьте всегда, любите себя, а мы вас всегда будем любить. Всего вам доброго, доброго вам, вашим близким, строй сковей, спасать планету и так далее к транснету. Всего доброго. Всего доброго.